Реконструкция очистных сооружений продолжается. В 2016-м здесь, в Богданихе, построили узлы метантенков. После снизилось количество осадков, которые выбрасывали в окружающую среду. Сейчас идут работы по строительству системы биоочистки. Проект очень дорогой, его сумма 2,5 миллиарда рублей. Приступили к реализации весной этого года. Уже 350 миллионов израсходовали. Работы идут по плану. Сейчас складывается, прежде всего, большая неравномерность, загруженность в определенные часовые пики. И в эти моменты очистные сооружения перегружены. Дальше существует такая проблема, что эти сооружения построены в 1978 году, введены в эксплуатацию. Строительство началось с 1975 года. И они уже и морально, и физически устарели. За время 1977 года изменилась и степень очистки необходимая, и изменилось самое главное загрязнение, которое присутствует в этой воде. Впереди завершающий этап реконструкции. В Богданихе построят систему доочистки. Расчетная стоимость проекта 1,3 миллиарда рублей. До апреля завершится конкурс и будет определен подрядчик. Все работы закроют до середины 2020 года. После этого реконструкция будет считаться успешно выполненной. Тот сброс, который сегодня осуществляется с использованием старых технологий, технологий 70-го года, будет кардинально изменен. Будут изменены системы очистки, связанные с удалением азота, фосфора. За счет этого в реку Увы будет сбрасываться меньше загрязнячих веществ, экологическая ситуация в Ивановской области. А ниже нас находится Владимирская область, ниже Увы, непосредственно приходит в город Ковров. И там стоит водозабор, питьевой водозабор в Коврове. Соответственно, здесь мы решим очень большую проблему, связанную с сбросом и в том числе обработка осадков. На предприятии Станислав Воскресенский провел рабочее совещание с руководством водоканала. Была поставлена задача продолжать приводить состояние сточных вод к требованиям федерального законодательства. Экология прежде всего. Мария Смирнова, Антон Осиков, Хартова, Иванова.